Такое видео сегодня гуляет на просторах интернета и подобного рода нарушения правил дорожного движения не единичны. У данного водителя произошел странный маневр. Неужели он не знает своего маршрута, что становится в крайнюю правую полосу, а потом невзначай перестраивается на красный сигнал светофора. Брещане водители уже устали от таких выходок маршрутчиков. Соблюдение правил дорожного движения с их стороны явно оставляют желать лучшего. А что уже говорить тогда о правилах перевозки пассажиров и соблюдении скоростного режима? Сегодня сотрудники госавтоинспекции данной категории водителей уделяют особое внимание. С 23 по 28 августа на территории города Бреста госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности автомобильных перевозок и соблюдение требований законодательства в области транспортной деятельности при осуществлении перевозок пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. В ходе рейдовых мероприятий инспекторы проверяют техническое состояние, необходимую документацию, а также правомерность переоборудования транспортных средств, которые выполняют перевозки пассажиров. Час пик. На одной из главных улиц города Бреста дорожная госавтоинспекция останавливает маршрутки. Водители нервничают, ведь понимают, что к ним сегодня повышенное внимание и неспроста. Сегодня маршрутчики превышают скорость, проезжают перекресток на красный свет, опасно маневрируют, высаживают и подбирают людей вне остановочных пунктов. С одной стороны, их можно понять, не будут шевелиться, денег не заработают. С другой, пренебрегать безопасностью своей и других участников движения непозволительно. Но, как говорят, спешка до добра не доводит. Особенно, когда в салоне перевозишь большое количество пассажиров. Побеседовав с некоторыми водителями, приятно осознавать, что они соблюдают правила дорожного движения, и данный рейд сотрудниками ГАИ их никак не пугает. Не нарушил – бояться нечего. «Это сегодняшний день. На злобу дня маршрутки возят очень много людей в городе, и за ними надо досвидеть. Поэтому город взялся навести чуть-чуть порядок, взбодрить водителей, перевозчиков. Это нормально. На сегодняшний день не хватает грамотных, компенсированных водителей не только на маршрутах, но и везде. Поэтому за руль приходят люди, которые, может быть, не должны были работать в общественном транспорте. Но это не менее водители, их приходится брать. Ну, естественно, от этого страдает общий имидж, что садятся такие водители за руль». «Я честно скажу, все мы не без греха. Мы маршрутчики, народ такой, мы не без греха. Но стараешься, стараешься не нарушать, как бы иногда не получается. Врать не буду. Но у меня замечаний нет, поэтому за других говорить ничего не буду. Мою историю можете проверить. У меня последнее замечание, наверное, декабрь 2021 года. Стараюсь не нарушать». «Сейчас очень тяжелое время, большая конкуренция, низкий пассажиропоток стал. Вот это после коронавизора, когда была первая вот эта вот волна и прочее, очень пассажиропоток упал. И из-за этого народ как бы, ну, вот это вот опять же, проезд на красный свет, то, что вы говорили. Из-за этого нервные очень люди стали. Раньше у нас был человек-человек, вдруг сейчас как-то так жестче стало, что ли. Я не знаю даже, как сказать. И только из-за этого. Я вижу проблему всю в этом. Чуть бы люди больше активней с нами ездили, мы бы были спокойны. Вы же знаете, маршрутчик едет довольный, когда у него полный салон. Вот и все». Сейчас люди хотят передвигаться не только быстро, но и комфортно. Получается ли это? Как показал наш своеобразный сузопрос, на каждого не угодишь. Но все же сделаем определенные выводы. «Устраивает. Единственный, может, вариант, что в страшную жару эту. Не во всех были кондиционеры. А так, в принципе, нормально». «Очень часто езжу. Не устраивает то, что порой водители допускают такие ошибки, как большее количество людей набирает. То есть не соблюдают какие-то элементарные правила дорожного движения. Это непосредственно остановка не в том месте. Вот и все. Нужно было долгое время ждать. А сейчас замечательно. Будет нормально». Транспорт – тема, которая всегда и у всех на слуху. Потому сегодня основная задача, которая стоит как перед руководством города, так и перевозчиками. Налазить и создать комфортные, а главное безопасные условия для перевозчиков и пассажиров. «Маршрутки для города Бреста – это такой актуальный вид транспорта, который выполняет ту задачу, которая, в принципе, и предназначена. Это перевозка пассажиров. И наряду с Брестским общественным транспортом выполняет основную задачу по перевозке пассажиров в городе Брест. Работа маршрутного такси находится в постоянном контроле. В различных инстанциях, в том числе и у нас в Брест-Гор-Трансе. Ведется постоянный мониторинг работы через диспетчерскую службу. Отслеживается соблюдение расписания, выполнение рейсов и в будние дни, и в выходные дни. Ведется контроль за тем, как соблюдается правило дорожного движения водителями маршрутных такси. У нас есть база, где вносятся эти замечания, которые получают, ну, нарушения, вернее сказать, водители маршруток. И после этого на комиссии у нас на предприятии с представителями ГАИ и исполкома мы рассматриваем эти вопросы и провинившимся, скажем так, ну, выносим предупреждение вплоть до раздражения договоров. Так что порядок в этой сфере стараемся контролировать в полном объеме. С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 14 ДТП с участием водителя-перевозчиков, в которых один человек погиб, а 16 получили травмы различной степени тяжести. Чтобы не стать жертвой ДТП, водители-пассажир не должны пренебрегать установленными правилами дорожного движения. Ведь правила на то и правила, чтобы их соблюдать.